Родится заново спустя 190 лет. Этой фабрике в Фурманове не случайно присвоен первый номер. История ее начинается с начала 19 века. Былой удали у предприятия уже, конечно, нет. Но и сегодня оно работает по своему прямому профилю, выпускает ткани более 2 миллионов метров ежемесячно. Тем не менее, львиная доля площадей до недавнего времени пустовала. В руки инвестора предприятие попало в начале нулевых. Попутно с модернизацией технологического процесса решили реконструировать пустующие площади и сдавать их в аренду. Наша компания является производительной тканью, поэтому этот арендный бизнес для нас просто, так скажем, не профильный. Но глядя на те здания, которые пришли в такое состояние, мы просто решили выделить деньги, чтобы привезти и дать вторую жизнь. Нынешнему владельцу не позавидуешь. В этих интерьерах впору снимать фильмы ужасов. Не потребуются декорации. Из того, что действительно стоит сохранить, пожалуй, только эта лестница. На восстановление нужны годы, ну и, конечно, миллионы рублей. Из 65 тысяч квадратных метров старушки фабрики, которые приобрел инвестор, отремонтировано 15. На четвертом этаже расположилось швейное производство компании «Фаберлик». Работу здесь уже получили около 200 фурмановцев и набор сотрудников продолжается. До этого работала тоже в швейном цеху, здесь в городе Курманове, но без трудоустройства, естественно. Устроилась здесь то, что трудоустройство. Устроилась быстро, сразу с первого дня начала работать. Работа меня устраивает. Светлый цех, тепло, коллектив хороший, начальство устраивает, зарплату нормально устраивает. Ирина учится заочно на третьем курсе политеха. Благодаря «Фаберлику» езжать из родного города не пришлось. Здесь практика и заработок одновременно. Я работаю партнером, партнером третьего разряда. Мы разрабатываем здесь модели, модели одежды, которые потом будут присутствовать в каталоге, соответственно, этой фирмы. Третий этаж также подготовлен для арендатора-текстильщика. Сюда скоро переедет компания по пошиву постельного белья и домашней одежды. А это еще 200 рабочих мест. Одна восьмая всех реконструированных площадей будет отдано под торговлю. На втором этаже фабрики появится развлекательный центр с детскими зонами, фудкортом и кинотеатром. На первом уже открылся сетевой магазин и по площади ассортименту самый крупный в городе. Я работал до этого в маленьком магазине, не в сетевом магазине. Вот решил попробовать, так как сейчас развиваются только сетевые магазины. Все покупатели здесь. Занять все площади, как ранее производством, сегодня просто невозможно. Поэтому торговля мера скорее вынужденная, чтобы здание не пустовало. Для перепрофилирования объекта из промышленного назначения под офисной торговой площади необходимо согласие гражданам. В связи с этим 1 сентября в 11 часов в городской администрации состоятся общественные слушания. Создание новых рабочих мест не только заботы инвестора и местной власти, но и самих неравнодушных горожан. Теперь у старых стен совсем новая жизнь. И там, где трудилось не одно поколение фурмановцев, работают их дети. В планах инвестора открыть здесь еще одно уже собственное текстильное производство, а часть площадей отдать под технопарк. Примерно так и должен выглядеть социально ответственный бизнес. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Фурмановский район.